Если вы когда-нибудь встретите разработчика игр из какой-нибудь игровой студии и скажете, как вы завидуете его работе, что дескать он сидит и играет на работе, то не забудьте прикрыть лицо, чтобы вам от этого самого разработчика не прилетел прямой удар в лицо. Эту мысль я взял из замечательной книги «Кровь, пот и пиксели». И да, автор книги несомненно прав. У обывателя возникает ложное чувство, что если человек в геймдеве, то он играет, а не работает, что неверно. Это то же самое, что говорить про работу курьера, что ходишь и гуляешь себе по городу, однако и не догадываясь, что такие бедолаги могут в гору нести 10 литров воды на своем хребту. Это вам не Death Stranding, какое-что даже похуже. Поэтому в данном видео я хочу рассказать коротко и в то же время подробно и по шагам, как создаются игры. От самого начала от идеи и концепции до выхода игры на золото, что называется, и до релиза. Конечно, в каких-то стадиях этапы разработки могут быть другими, а у инди-разработчиков может быть и вовсе все по-другому. Но я расскажу основу. Ну и я не буду особо говорить про маркетинг, потому что он обычно сопровождает каждый этап. Конечно, бывают единичные случаи, когда реклама игры начинается только лишь за неделю до релиза. Но обычно штат маркетологов начинает работать уже сразу. Работать с журналистами, пускать слухи, реализовывать как бы случайные утечки в кавычках и так далее. Для данного видео я черпал информацию из таких книг, как вышеупомянутая Кровь в пот и пиксели, геймдизайн, как создать игру, в которую будут играть все и из иных источников. Не забудьте подписаться на мой канал, а мы начинаем. Итак, первый этап это препродакшн. Здесь авторы игры придумывают концепцию и основную идею игры. Иногда для этого подключаются различные аналитики, которые анализируют рынок игр, а в частности, какие игры лучше всего продаются, чтобы понимать в каком направлении лучше всего делать игру. Мало какие студии и издатели хотят рисковать и выпускать что-то такое, что может плохо сказаться на продажах. Если аналитики и геймдизайнеры видят, что на рынке в топах продаж игры с открытым миром и какие-нибудь RPG, то скорее всего такую игру и будут создавать. Конечно, есть студии, которые не боятся риска и готовы выпустить игру без открытого мира и с линейным прохождением, да еще и в жанре хоррора. Иногда случается и такое, что такие игры способны перевернуть рынок с ног на голову и наоборот перетянуть на себя продажи. Так было со Stardew Wally, который вышел в топ стима среди таких мастодонтов, как Watch Dogs 2, Ведьмак 3 и Dishonored 2. Итак, когда концепт игры готов в виде документа, который коротко рассказывает о механиках игры и для кого будет эта игра, то начинается поиск инвесторов. Либо же инвесторы могут сами попросить какую-либо студию создать игру. Инвесторами и издателями могут выступать как крупные издатели игр, такие как Sony, Nintendo, Electronic Arts, Ubisoft и так далее, так и частные инвесторы. Суть в том, что издатели дают деньги на разработку игры, зарплату сотрудникам и так далее, а сама студия уже начинает работать. Естественно, процент от продаж игры, когда она уже готова, уходит издателям и инвесторам. Самое страшное, что может произойти и часто происходит, когда издатели говорят, что не могут давать больше денег на игру по каким-либо причинам, не видят перспектив в игре, либо разработка затягивается и так далее. Причин может быть много. Тогда издатели и инвесторы перестают давать деньги и студии могут закрыть проект, либо искать других инвесторов. Конечно, крупные студии могут и не нуждаться в издателях, как те же самые Valve. У них куча денег, им не требуются издатели, с которыми нужно делиться прибылью. Также на стадии препродакшена студия готовит пайплайн. С английского переводится как трубопровод. То есть пайплайн задает траекторию, по которой будет создаваться игра. Например, сначала будет прописан сюжет, потом будут создаваться анимации и так далее. То есть, чтобы не было хаоса, что сначала начинают создание игры с анимацией, а еще даже сюжет не готов и непонятно, где эти анимации могут пригодиться в будущем. Также на этом этапе могут показать какой-нибудь тизер. То есть рекламное сообщение, которое не показывает какие-либо механики игры, а просто кидает удочку игрока. Это может быть просто название будущей игры или какое-нибудь короткое видео, которое не демонстрирует основы геймплея, а просто показывает концепцию игры. Как правило, это какое-нибудь CGI видео. Пример, Cyberpunk 2077, когда просто девушка-киборг ловит пульки. Из геймплея в тизере ничего не показано. В принципе, то же самое и со Spider-Man 2, когда сначала был тизер в виде названия игры, потом был тизер-трейлер с красивой CGI графикой. После препродакшена идет фаза продакшена. На этом этапе готовится дизайн документ вертикального среза. Есть еще и горизонтальный срез. В чем суть? Чтобы заинтересовать инвесторов, то студии нужно предоставить либо документ, либо прототип, как игра будет выглядеть. Условно говоря, вертикальный срез показывает, как игра ориентировочно будет выглядеть, включая анимацию, звук, интерфейс и ключевые механики. То есть это демонстрация, на чем будет строиться игра. Горизонтальный же срез это когда показывается только один аспект игры. Например, графика. Если студия понимает, что она может привлечь больше денег от инвесторов, например, с помощью прорывной графики, то инвесторам будет показана графика игры. Если студия понимает, что для получения бабла этого будет достаточно. Это будет уже горизонтальный срез. То есть показ одной конкретной детали. То есть на этом этапе инвесторы уже могут быть. Но чтобы инвесторы давали больше денег, их опять же в этом нужно убедить. Также на этом этапе создается первый прототип игры, который, как правило, показывает механики в так называемом grey box, сером ящике. Чтобы сразу понять, какие механики будут работать, а какие нет. И в целом просто увидеть прототип игры. И снова упираемся в бабки. Если издатели и инвесторы увидят потенциал в вашем вертикальном срезе и прототипе, то они способны дать еще больше денег, чтобы студия могла нанять больше людей. Аниматоров, программистов, звукорежиссеров, консультантов и так далее. Здесь и начинаются проблемы и так называемые кранчи. Это английский сленг, когда нужно что-то грызть, чтобы прокусить. В геймдеве это означает просто переработки. Ну, представьте, вы программист и создаете игру. Приходит инвестор и говорит, что скоро выставка E3 или еще какая-нибудь выставка. Давай, выпускай игру быстрее. Или инвестор хочет, чтобы вы выпустили игру в этом году, потому что меньше конкуренции и есть шанс, что игра станет игрой года. А в следующем году уже выходит условная GTA 6 и с ней соревноваться за звание игры года никто не хочет. Тем более GTA 6 будет способна перетянуть на себя многие продажи. Если вы откажетесь, то инвестор просто перестанет давать деньги и ваш проект заглохнет. Поэтому и начинаются кранчи, чтобы выпустить игру к какому-нибудь сроку. И опять же, не забываем, что к этому этапу команда хоть и разрослась, но это не делает создание игры быстрее. Между отделами начинаются споры и иногда конфликты. Например, программист говорит, что анимация вызывает просадку кадров из-за количества полигонов. А аниматор говорит, что анимация выполнена отлично и ничего переделывать не будет. И такие споры затягивают разработку. Поэтому, когда разработчики постоянно переносят дату выхода игры, как это было с тем же самым Cyberpunk, то не спешите их ругать. Во-первых, мы все видели, чем это кончилось. А во-вторых, это не означает, что разработчики снюхивают кокс с проституток вместо создания игры. А они просто взялись реализовывать амбициозные вещи, для которых нужно время. Далее идет фаза тестов. Здесь может быть создана альфа-версия игры, когда игра уже, можно сказать, полностью готова. Пусть и имеет какие-либо баги, отсутствуют какие-либо механики и так далее. Но суть в том, что играть в игру уже можно. Игру могут дать журналистам прощупать ее для получения рецензии. Либо же и вовсе загрузить игру в раннем доступе для продаж, чтобы игроки уже могли покупать и играть в игру, пока другие механики допиливаются. Тем самым студия и издатели уже смогут обеспечить себе какой-никакой поток денег. Но есть и другой момент, что студии просто отдают игру каким-нибудь фокус-группам. Дают людям разного возраста компьютеры с игрой в своей студии и люди играют. А разработчики между тем смотрят, как фокус-группа проходит игру. Правильно ли пошел игрок? Заметил ли игрок секретное оружие? Заскучал ли игрок на каком-нибудь этапе? Да, перед такими фокус-группами иногда ставится видеокамера, чтобы отслеживать зевал ли или скучал игрок. Если разработчики увидят, что какой-то момент игры уж слишком скучный, то его могут вырезать. Также на этом моменте уже могут появляться полноценные трейлеры, показывающие графику игры, механики и так далее. После этого создается бета-версия игры или уже предрелизная версия. Когда есть все основные механики, игра готова, пусть и имеет некоторые некритические баги. На этом этапе студия уже занимается локализацией игры. Ищет студии, которые способны будут локализовать игру для локального рынка конкретной языковой группы. Ну и иногда на этом же этапе игра проходит различные сертификации для игровых площадок. Ну, например, если игра хочет выйти в Steam, то она должна пройти сертификацию Steam. То же самое и с Epic Games Store и так далее. Также на этапе бета-теста могут уже подключаться тестеры, которые будут искать баги перед релизом. А также студии могут разослать ключи определенному, но большому количеству игроков, чтобы игроки могли самостоятельно поиграть в игру в домашних условиях и дать свои комментарии по игре. На момент записи данного видео такое сейчас происходит с Counter-Strike 2. Когда разработчики понимают, что игра готова и пора в релиз, то игра уходит на золото. Это означает, что мастер-диск, то есть первый оригинальный диск с игрой, уходит в печать для дальнейшего распространения копий игры. Даже если игра выпускается только в цифровом варианте, то все равно используется термин «игра ушла на золото», потому что такой термин плотно вошел в индустрию. Ну и сам термин «уйти на золото» связан с технологией тиражирования диска. То есть из оригинального диска игры делается золотой мастер-диск, с которого уже будут делаться копии диска с игрой. Поэтому первый оригинальный диск с игрой уходит на золото. Ну и далее полноценный релиз. Да, в день релиза вся команда может уйти в запой и устраивать Содом и Гамору, но это еще не конец. Ведь далее нужно будет поддерживать игру, пусть и темпы работы уже будут ниже. Игроки все равно будут встречать некоторые баги, о которых будут сообщать. Либо сбор багов будет собираться автоматически, равно как и сбор статистики. Тогда все эти косяки будут исправляться специальным патчем, который именуется как патч первого дня, после которого большинство багов, а иногда и все баги, просто исчезают из проекта. Пример «Decalisto Protocol». Игра после выхода очень сильно глючила на ПК, однако с патчем первого дня проблемы были устранены. Конечно, в моем пересказе это все может выглядеть довольно-таки просто. Но тут проблема в том, что у каждого в разработке игр свои интересы и могут происходить споры и конфликты. Из-за этого и происходят кранчи и вечные переработки механик. В том же самом Uncharted 4 должна была быть зрелищная сцена, как главный герой падает с башенного крана и параллельно всех расстреливает. Но сцена требовала некоторых доработок, но инвесторы сказали, что времени нет и переносить игру уже нет возможности. В итоге такой кусок игры просто вырезали. И представьте в этот момент лица программистов, аниматоров и звукорежиссеров, которые задерживались до двух ночи, чтобы доделать эту сцену. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии и наслаждайтесь хорошими играми. До следующего просмотра.